Утро среды для бердских коммунальщиков выдалось тревожным. На заседании штаба по прохождению отопительного сезона стало известно сразу о трех инцидентах, вызвавших перебои с подачей тепла и воды. По Котельной Веге была критическая подпитка, 46 кубов. Занимались всю ночь поисками дефекта в 8 часов. Определились, наконец-то. Сейчас отключены три дома по отоплению и детский садик 27-й. Все управляющие компании отзвонились, что все прекрасно, никого не затопило. Но в итоге, когда дефект был найден, зона дефекта, оказалось, несколько подвалов полных теплоносителя. Не все благополучно и в другой части города. Страдает микрорайон. Топит авангардовскую ветку по Котельной Новая с водовода Бемза. Сейчас качаем холодную воду, в обед встречаемся комиссионно. Аварийная ситуация возникла и в центральной части Бердска. В домах управляемых компанией «Прогресс» на улице Ленина до верхних этажей перестала доходить вода, рассказал технический директор компании Владимир Размоскин. По крайней мере, по ЦТП-10Б была реконструкция в это лето. Летом была горячая вода, сейчас ее просто нет. Вот. Вчера уже, простите, до ругачки дело дошло. Заставил поднять давление, случился порыв. Подрядная организация КБУ нанимали у них, в их зоне ответственности. Не у меня, не у нас, не в нашем доме. Выяснилось, что порыв случился по вине подрядной организации, которая выполняет капитальный ремонт. По-видимому, именно ее работники сделали несанкционированную врезку, которая при увеличении давления в системе и привела к порыву. Как врезалась эта подрядная организация, непонятно, но случился порыв этой перемычки, в результате которого затоплено ЦТП-10Б, подвал. Сейчас мы его тоже качаем. И порыв на горячую воду по Ленина-46. Сейчас ЦТП остановлено по холодной горячей воде. Надеюсь, что Ленина-46 устраним. Ну и хотелось бы с подрядной организацией тоже встретиться. Также на заседании штаба представители сразу нескольких управляющих компаний высказали тревогу по поводу надписей, которые регулярно появляются на домах и которые, как уверены в управляющих компаниях, оставляют торговцы наркотиками. Представители управляющих организаций попросили мэрию составить соответствующее обращение в полицию. Вам на электронную почту всем управляющим компаниям будет разослано информационное письмо. Я вас попрошу повесить на досках объявлений именно, кто участковый обслуживает данный район. То есть полностью будет вся информация с фотографиями. Это согласовано с нашей полицией доблестной. Я имею в виду, пусть граждане также реагируют и звонят. Также заместитель главы города посоветовала установить на домах камеры наблюдения и таким образом бороться с теми, кто разрисовывает стены домов с какими бы то ни было целями.